Евросоюз утвердил два ограничения цен на российские нефтепродукты. Также потолок цен утвердили страны Большой Семерки. Потолок цен установлен на уровне 100 долларов за баррель на бензин и дизельное топливо, а также 45 долларов на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля этого года. Он включает 55-дневный период свертывания для морских российских нефтепродуктов, приобретенных выше лимита цены, при условии, что они загружены на судно в порту погрузки до 5 февраля этого года и разгружены в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года. Европейский совет вернется к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть в середине марта и будет регулярно пересматривать потолок цен каждые два месяца. Мы заставляем Путина платить за его жестокую войну. Россия платит высокую цену, поскольку наши санкции рушат ее экономику, отбрасывая ее на одно поколение назад. Сегодня мы еще больше усиливаем давление, вводя дополнительные ограничения на российские нефтепродукты. Это было согласовано с нашими партнерами по Большой Семерке и еще больше подрывает ресурсы Путина для ведения войны. До 24 февраля, ровно через год с начала вторжения, мы стремимся ввести 10-й пакет санкций. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. И детальнее поговорим на эту тему с Геннадием Рябцевым. Это эксперт энергетического рынка. Добрый вам вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, понятно, что перенастройка рынка топлива уже идет вместе с изменениями на самом рынке нефти. И вот, вы знаете, мне интересно стало, я просто себе представил, что включает 50-дневный период свертывания для морских российских нефтепродуктов, приобретенных выше лимита цены, да, до 5 февраля 2023 года, если они загружены и разгружены в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года. Я сейчас себе представил Россию, которая заливает нефтепродукты в танкеры, чтобы возить их до 1 февраля, да, но это, конечно, было бы, наверное, смешно. Но, на самом деле, как сейчас перестраивается рынок и что будет делать Кремль во всей этой ситуации? Кроме, конечно, залить все танкеры, как только можно, и отпустить их в море. Собственно говоря, сейчас это и предпринимается. То есть все, что можно залить, уже в море, причем иногда с отключенными транспондерами, как в свое время иранские танкеры поступали, и во время введения санкций против этого государства. Точно так же будут поступать и российские экспортеры, то есть пытаться скрыть происхождение груза, пытаться найти покупателя уже во время и после того, как этот груз пойдет, будет уже в море, в океане. И, собственно, сейчас все это и происходит. То есть, если раньше в большинстве случаев российские экспортеры имели долгосрочные, ну или на крайний случай среднесрочные контракты, то теперь таких контрактов практически не осталось. Они есть лишь с традиционными покупателями российского сырья в Юго-Восточной Азии, с Индией, с Китаем. А все остальное, ну, кто купит, ну, тому и продадут. То есть сейчас будет очень серьезная диверсификация поставок российского сырья и теперь уже получается и нефтепродуктов, с весьма сомнительными компаниями, которые все это будут страховать. И, по большому счету, все риски сейчас переложены на компании-экспортеры, то есть на российских нефтяников, которые вынуждены сейчас продавать то, что добывается и то, что перерабатывается, с огромными скидками. И иногда эти скидки заставляют сомневаться о том, насколько прибыльными может быть такая торговля. Но здесь можно объяснить такое желание. Ведь если никуда не пристроить нефтяное сырье и нефтепродукты, то придется сокращать добычу. А что означает сокращать добычу? Это означает просто цементировать скважины, это просто выводить их из эксплуатации с невозможностью их восстановления, когда бы то ни было. Так как большинство месторождений российских стареет, в ряде регионов они обводнены, и любое прекращение добычи, приостановка добычи, она не может быть восстановлена не только в полном объеме, она не может быть восстановлена и точка. И здесь Урсула Ван Даляйен вполне отдает себе отчет в своих словах, говоря о том, что эти санкции могут существенно сократить те доходы, которые получает Российская Федерация от экспорта углеводородов. К сожалению, этот эффект, к сожалению для нас, безусловно, кто живет в Украине, этот эффект не приведет к тому, что у России не окажется средств для того, чтобы финансировать армию вторжения в нынешнем году или в следующем году. Поскольку всем известно, если армии не хватает денег, если силовикам не хватает денег, то их забирают у всех, и у пенсионеров, и у студентов, и у предпринимателей. Но вот все это вбрасывается в эту топку, сгорает под Бахмутом и в других районах Донбасса. И, к сожалению, мы видим, что перспектив для Российской Федерации не просматривается. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что эти средства можно было бы пустить на значительно более благородные цели, на борьбу с болезнями, на борьбу с голодом, на реализацию тех задач, которые были установлены ООН как глобальные цели для устойчивого развития. Говоря о деньгах, еще где-то полгода назад в Ельском университете провели исследование, посчитали, что у Кремля деньги заканчиваются уже из-за санкций, из-за того, что Российская Федерация теряет позиции на рынке энергоресурсов. Сейчас вот тоже в Блумберге посчитали, провели такие подсчеты, действия санкций, ограничения цен на российскую нефть уже обходятся Кремлю в 170 миллионов долларов в день только. Ссылаются в Блумберг на данные финского центра исследований энергетики и чиства воздуха. И ожидается, что потерянные доходы Российской Федерации возрастут до 280 миллионов долларов в день, когда лимит будет расширен на продукты нефтепереработки с 5 февраля, то, о чем мы говорили. Вопрос, если вот еще полгода назад говорили о том, что санкции действуют, влияют, деньги в Кремле заканчиваются, когда же наступит тот лимит, вы говорите, да, все равно же берут деньги откуда-то, да, все равно там урезают одним, да, и чтобы финансировать экономику далее, чтобы можно было воевать. Когда же закончатся вот эти деньги, чтобы не могла, чтобы прекратить, перерезать возможность экономики Российской Федерации, спонсировать войну? Что еще должна сделать Европа, другие государства? Европа должна делать то, что делает сейчас, а именно вводить новые пакеты санкций, ограничивать возможности Российской Федерации и далее по получению доходов из разных источников, не только углеводородных. Европа должна делать, что делает и сейчас, а именно поддерживать Украину силами и средствами, которые позволяют вести эффективную войну и выдавливать российские войска с территории Украины. То есть требовать что-либо сверх этого, на мой взгляд, но не имеет смысла, поскольку мы видим, насколько сложным является этот процесс, и далеко не все государства, члены Европейского Союза горят с желанием за собственный счет обеспечить Украину всем необходимым. К сожалению, это природа человека, который в первую очередь заботится о себе, о собственной семье, о своем доходе, о своем государстве, и затем обращает внимание на то, что происходит в мире. Однако, опять же, мы видим, насколько серьезно изменилась не только риторика, но и реальная политика в отношении Российской Федерации и в Европейском Союзе, и в государствах G7, и в государствах членов Беританского Содружества. И это изменение, оно превращается уже в те ограничения и в те недополученные прибыли, недополученные доходы, которые утекают из рук Российской Федерации, и ее военно-политического руководства. Нельзя при этом, на мой взгляд, заниматься шапкозакидательством, что называется, и думать, что экономика такой большой по территории страны, как Российская Федерация, которой, судя по всему, не хватает собственной территории, раз она занимается территориальными завоеваниями, что ее экономика может рухнуть буквально там за один-два дня. Нет, ресурсов, к сожалению, для Украины в Российской Федерации еще достаточно. Поэтому нельзя думать, что вот какой-то пройдет там прекрасный день нынешней весной или нынешним летом, после которого в России не хватит денег. нет денег, будет хватать, еще раз я говорю, для снабжения армии, для закидывания украинской земли российским, извините, мясом, будет хватать денег еще долго. И поэтому мы, вот, профильные эксперты, можем лишь говорить о том, что, да, эффект есть, мы видим этот эффект. Этот эффект накапливается, как снежный ком. Но нельзя говорить о том, что в нынешнем году у России не хватит средств, в нынешнем году обвалится российская экономика. Нет, такого не произойдет. Однако, к сожалению, к большому сожалению для российских граждан, Россия уже никогда не станет не только мировым лидером технологическим, экономическим, она не способна будет стать и региональным лидером. Она постепенно превращается и превратится в одну из отсталых стран, которая использует технологии прошлого и позапрошлого века, и которая никогда не сможет обеспечить уровень благосостояния собственных граждан хотя бы на уровне государств-членов Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, других государств. И это уже, к сожалению, к большому сожалению для россиян, свершившийся факт. Ну, давайте тогда еще напомним о граничных ценах, о потолке. Ну, с 5 декабря прошлого года действует эмбарго на импорт российской нефти, но для нее прайс кэп, я напомню, установлен на уровне 60 долларов за баррель. Теперь, что касается нефтепродуктов, Евросоюз предложил ограничение 100 долларов за баррель для дизеля и 45 долларов за баррель для мазута. Да, но исходя из данных Международного энергетического агентства, средние спотовые цены на эти виды топлива, например, в прошлом году составляли примерно 140 долларов за баррель по дизелю и примерно 75 долларов за баррель по мазуту соответственно. Многие говорили, в частности, то, что касается нефти, что это недостаточная на самом деле цена. 35, по-моему, даже обсуждалось в Евросоюзе, в G7, но, тем не менее, приняли такое усредненное решение. Там сам рынок даже сейчас не позволил продавать дороже России, но, тем не менее, вот минус 40 долларов за баррель по дизелю и минус 30 долларов за баррель по мазуту. Это достаточно или нет? Помогите оценить эти цифры. Достаточно для чего? Достаточно для того, чтобы... Не дополучила Россия сверхдоходы в бюджет от нефтедолларов. Да, вот если так формулировать вопрос, да, то есть рассчитывать на то, что закручивая вентили, прерывая поставки, имитируя повреждения нефтепроводов, Российская Федерация сможет повышать котировки на нефтяное сырье, на природный газ и таким образом получать сверхприбыли от торговли углеводородами, то есть Россия уже не сможет. И это видно. То есть даже все там заявления, вот указ Путина о том, что они там как это называется, адекватные меры приняли, то есть фактически был запрещен экспорт сырья в те государства, которые отказались, объявили эмбарго на то есть отказались от этого экспорта сырья, но нужно было каким-то образом показать, продемонстрировать собственную значимость хотя бы в глазах своих же граждан, ну появляются соответствующие документы. Но что это означает? Это означает, что россияне торгуют сейчас и нефтью, и газом, и нефтепродуктами, вот получается сейчас будут торговать нефтепродуктами на уровне себестоимости, не получая серьезных доходов. И поскольку половина российского бюджета так или иначе обязана поступлением от экспорта, от деятельности компаний нефтегазового сектора, от деятельности сервисных компаний, от деятельности обслуживающих нефтяной и газовый сектор компаний, то сейчас во-первых будет прекращено поступление сверхдоходов, обрезаны практически все доходы сокращены к минимуму, уже прослеживается по газу, уже оно присутствует, по нефтяному сырью оно ожидается по итогам этого года сокращение добычи, если сокращение добычи, если отсутствие средств, которые могут вкладываться на развитие промышленности соответствующей уже свершившийся факт, то это означает, что некому будет работать и не будет смысла кому-либо работать с компаниями нефтегазового сектора, раз некому будет работать, если не будут использоваться, разрабатываются новые технологии, если не будут осваиваться новые месторождения, это крест на перспективе развития основной отрасли, которая обеспечивала Российскую Федерацию половиной доходов федерального бюджета. И более того, вот то, что сейчас происходит, это крест на исторической, исторической, не знаю, экономической миссии, если хотите, Российской Федерации, которая реализовывалась чуть ли не со времен появления Московии на карте. То есть, они всегда поставляли в Европу сырье, необработанное сырье, получая взамен технологии, получая взамен товары с высокой прибавленной, добавленной стоимостью. И сейчас вот это вдруг куда-то исчезло. То, что десятилетиями выстраивал Советский Союз, а именно торговлю газом, торговлю нефтью с Европой, Путин просто одним своим решением год назад убил. То есть, он вместо того, чтобы восстановить величие Советского Союза, он убил любую возможность его восстановления. Поскольку все, то, что строилось, вся эта трубопроводная система, в которую вкладывались триллионы советских рублей, она фактически пущена по ветру. Как и пущены по ветру перспективы восстановления роли Российской Федерации как сырьевого придатка, по большому счету, Европы и государств членов Британского Содружества. То есть, все это уже свершившийся факт. И вот это огромная трагедия, на мой взгляд, геополитическая, которая наверняка превысит влияние той трагедии, о которой говорил господин Путин, рассказывая о крахе Советского Союза. Там же Путин и заинтересован в уничтожении своего же народа и своей же нации. Геннадий, вам огромное спасибо за аналитику. Сегодня Геннадий Рябцев эксперт энергетического рынка был с нами на связи. Обсуждали мы тему Евросоюза, страны G7 вводят ограничения цен на российские нефтепродукты. Геннадий Рябцев